Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала Автомпар с нами на связи. Ольга, приветствуем вас. Доброго дня. Так и хочется сказать, да что же это происходит, да? Ну, на самом деле, вот я рада, что вы сейчас улыбаетесь, потому что, ну, понятно, да что же происходит? Наверное, происходит результат тех действий, которые на самом деле в Российской Федерации существуют испокон веков в веков и продолжают существовать, а вот сейчас они на самом деле усилились. Вот тут в нашем материале коллеги определенные причины давали, почему так происходит между этническими представителями в армии российской. Вроде бы же за одно дело, да, идут воевать против Украины, но между собой что-то все-таки вот изначально не могут поделить. Причины вражды в материале коллеги говорят банальны. Вражда основана на традиционном превосходстве русских надпорабощенными ими народами и борьбе за распределение военной техники. Но я думаю, что не только это. Вот, Ольга, что главная все-таки причина? Это все-таки вот это превосходство русских, которое всегда не просто обозначалось, а прям культивировалось? Либо же тут еще есть все-таки какие-то такие аспекты, о которых важно вспомнить? Ну, честно сказать, превосходство русских для меня это такая какая-то инновация, потому что никакого превосходства русских я не вижу. Если чье-то превосходство и видно сейчас, совершенно со всей очевидностью, это превосходство кадыровцев. И, собственно, те люди, которые занимаются, например, обменами, они знают, что когда пленные попадают и русские, и малые коренные народы, всем на них по большому счету наплевать. А вот когда в плен попадают кадыровцы, вот тогда машина начинает работать очень быстро. Поэтому если говорить уж про тех, кто сегодня чувствует свое национальное превосходство, то это как раз они и, собственно, не случайно происходят вооруженные стычки, потому что они уверены, что их всегда, собственно, их босс отмажет. И вот эта трагедия в Волновахе, когда расстреляли девять мирных жителей, включая двоих детей, тоже говорят, что это были кадыровцы. Но вопрос, кто окажется виноват. Поэтому тут, если говорить про какие-то проблемы на национальной почве, ну, это еще с советских времен. В советской армии всегда были какие-то стычки, и по большому счету как раз из-за того, что какие-то национальные группы действительно попадали вместе, подчас они еще этим самым русским-то показывали, где раки зимуют, что называется. Что касается ситуации сейчас, действительно, заманивают деньгами только не в два-три раза, а в десять раз выше зарплаты, чем средняя зарплата по таким местам, как Тыва. Да, даже в той же самой Карелии средняя зарплата по республике очень и очень низкая. Поэтому из всех бедных регионов часть людей приезжает именно за, что называется, за длинным рублем. Раньше ехали на север за длинным рублем, а теперь едут на войну за длинным рублем. А потом приезжают на войну, оказывается, что тут не длинный рубль, а в общем-то убивают. И можно совсем даже и не выжить, и в лучшем случае этот длинный рубль достанется твоей семье, если, так сказать, никто не обманет. Поэтому, конечно, в такой ситуации, когда речь идет о жизни, то начинаются попытки выхода. А при том, когда государство насаждает ненависть все время, да, и то им объясняли, что во всем виноваты украинцы, бандеровцы и прочие неонацисты. А приезжая, они увидят, что виноваты совсем другие. Здесь мне дали, помните, все то, что кричал Пригожин перед своим, так называемым, походом? Ну и, а уж потом, понятное дело, докричался до ликвидации. Да, не дают снарядов, не дают того, не дают сего, шойку, где то, где сё. Ну и, конечно, когда такие вопросы возникают, то, так сказать, что делать-то? Можно напасть на отца командира, а можно, так сказать, устроить стычку с другими, не такими, как ты, да. Но вот язык ненависти, он всегда приводит к тому, что эта ненависть начинает обращаться против тех, кто этот язык научил на этом языке разговаривать. Поэтому, да, межнациональные стычки, но ещё немного и начнут, что называется, и офицеров вешать. Так что осталось совсем чуть-чуть. Интересно, вот ваш тезис, да, сейчас на экранах наших зрителей в контексте кадыровцев. Для так называемых кадыровцев есть специальный человек в Госдуме Российской, напомню нашим зрителям Шамсаил Саралиев, который занимается напрямую обменом именно представителей кадыровской армии, батальонов Ахмат, Росгвардии Российской. Ну а о других военных речи в целом почти не идёт. Как я понимаю, обмены со стороны Российской заблокированы. Массовых обменов пока не происходит. Происходит, конечно, но очень в редких случаях. В контексте, опять-таки, этнических конфликтов. Обычно в системе армии есть специально обученные люди, которые должны такие конфликты пресекать. Если по-простому, это командование. Либо на местах, либо выше. Ну и, естественно, как говорится, лучше тех, кто в полях непосредственно находится, кто видит эти конфликты, видит нарастающие конфликты, либо определённые предпосылки. Командир это не просто отдал приказ, туда пошёл, а это в том числе, по идее, хороший командир. Это ещё человек, обладающий определёнными навыками психолога, наверное, который может организовать иногда очень разношёрстную кампанию, условно, на уровне роты. Так вот, интересно, как вы думаете, опять-таки, исходя из информации, которая есть у вас, а командование вообще, интересно им такие моменты, такие аспекты, как единая сила, единые, в принципе, порывы, чтобы эта разношёрстная кампания была объединена какой-то идеей, а не, простите, пересреляла друг друга за фразу «я русский, а ты нет». Ну, знаете, если есть сзади заградотряд, то и зачем, чтобы они едины, да, то есть развернёшься, тебя расстреляют, не выполнишь приказ, тебя расстреляют, ещё что-нибудь делаешь не так, тебя расстреляют. По большому счёту сейчас вот эти самые отцы-командиры не могут сделать ничего, да, они могут только пугать и, соответственно, угрожать даже уже не уголовным преследованием, что там, типа, ты покинешь позицию, мы тебя посадим. Не-не-не, ты покинешь позицию, тебя просто расстреляют, и ты никуда не дойдёшь, да, и опять-таки мы всегда будем повторять, что есть украинский проект «Хочу жить». Через него можно найти способ, каким образом можно выжить, да, то есть ищите контакты, вам расскажут, как правильно сдаться в плен, чтобы не погибнуть. Да, и по большому счёту находиться на передовой, это единственный способ не погибнуть. А вот отцы-командиры, для них самое главное, как, ну опять-таки, по старым заветам, да, почему закрат отряды? Был ещё во Второй мировой войне у советской армии приказ Сталина не шагу назад, и, соответственно, если ты хотел этот шаг сделать, а мы тебе в спину выстрелим, и, так сказать, поэтому никуда не уйдёшь. И в этом смысле сейчас то же самое, когда нет никакой возможности идти на штурм, да, единственный способ, которым подгоняют, это штурмовые отряды. А если кто-то, опять-таки, уже такая информация есть, что если кто-то отказывается не выполнять приказ, не возбуждают уголовные дела, а просто расстреливают на месте. Вот ваши слова, они, для наших зрителей, которые, возможно, поддерживают Путина, они сильно резонируют с той информацией, я уверен, которую распространяет тоже Минобороны Российской Федерации. Для интереса вот зашёл телеграм-канал Минобороны России и написал одно слово в поиске «Братство». Выдаёт огромное количество разных постов, вот «Боевое братство», вот так вот называют пост свой о механике, о мехводе, в общем, ЗРК ТОР. «Главное коллектив, плечо товарища», «Брат за брата» и вот такие вот тезисы, якобы, что армия России – это одна большая семья, которая, там, выполняет определённую свою задачу, придуманную Путиным, надуманную Путиным, скажем так, и его приспешниками, ну и прочее. Как я понимаю, правды вот ни в социальных сетях официальных, ни, в принципе, в заявлениях Шойгу и попросту… Нет, зачем вот такие вот заявления? «Коллектив, все братья, все брат за брата, друг друга поддерживаем», цитирует Минобороны одного из десантников российских. Ну, я вам напоминаю, что министр Шойгу как раз достаточно хорошо умеет заниматься пиаром. Пиар, в отличие от профессиональных обязанностей, у него всегда было сильным местом, поэтому то, что про это пишут, говорят красивые слова, ну да, так и должно быть, Шойгу всегда так. Другое дело, что есть реальность, которая совершенно на это не похожа, и, ну, те, кто читают, может быть, об этом и вообще и не узнают никак. Поэтому, что касается братства, то еще хороший пример – это как относятся в России к инвалидам, да, какие протезы закупают просто позорные, чуть ли не деревянные ноги, да, как, я не знаю, в каком-нибудь там 18-м или 19-м веке и железные руки. Да, опять-таки, эта информация не распространена широко, но вот семьи тех людей, которые потеряли конечности на войне, да, они пишут в ужасе о том, что им предлагается. Я уж не говорю о том, что финансовые поддержки, ну вот эти деньги мне выплатили и хватит, а дальше уже давайте все за свое. Поэтому это показывает отношение государства в принципе к человеческой жизни. В России человеческая жизнь ничего не стоит, ничего, ни копейки. Ну, вернее, копейки как раз стоят, потому что Путин торгует жизнями людей, но тоже проблем это нет, потому что деньги напечатать несложно. Ольга Владимировна, а мы с вами, да, вы же помните, сколько раз за последние 20 месяцев первым был Путин, далее все продолжили, и все ему вторили российские пропагандисты. Как жизнь переоценина? Да что там один день, два, три, там, две-три недели, три-четыре года, ну, все умрут, да? Ну, спасибо, хочется сказать, капитан очевидность, когда-то да, но все-таки, наверное, не находясь на территории другого суверенного государства и оставаясь, извините, да, там, в земле украинской, потому что очень же многие так и остаются. Если особенности мы говорим о тех, скажем так, поисках, да, потому что очень много найти можно в социальных сетях, где просто ищут, потому что Минобороны не дают ответы. Минобороны, ну, скажем так, не просто не дают ответы, а еще и, скажем так, определенные, как бы, высказывают там, ну, не то чтобы угрозы, но все же какие-то такие угрожающие ответы, да, что вот, когда найдем, тогда сообщим, все легко и просто. А семьи пытаются найти, пытаются найти, пытаются хотя бы какие-то весточки узнать, где это могло что-то произойти. Я не исключаю, возможно, хоть пытаются найти для того, чтобы получить какие-то выплаты. Я же тут не буду настаивать, семьи абсолютно разные. Но все же такая вот утаимничесть, здесь хорошее слово, да, засекреченность в русском варианте, она тоже, как вы считаете, и очень часто это, кстати, касается тех, кто приезжает из Бурятии, той же ТВ. Вы, как вы считаете, вот такая засекреченность в вопросе нахождения, в вопросе передачи тел, она может вызвать тоже, ну, скажем так, какие-то протестные настроения, локальные даже, но может ли это к этому привести? Либо же это закончится, снимут какой-то ролик обращения, да, вот там же обращались жены, там ролики снимали и так далее, и на этом все и закончится. Ну, у вас тут сразу несколько тем. Ну, во-первых, откуда секретности? Все правильно вы говорите для того, чтобы не платить деньги, да, потому что нету, что называется, нет тела, нет дела. Нет трупа, нет бумажки, соответственно, можно к этому соответствующим образом относиться. Когда вы говорите «лежат в земле», это как бы это еще повезло, если лежат в земле, потому что есть дикие звери, есть, в конце концов, бездомные собаки, которые остаются, и тело может вообще не остаться, то есть вот реально тело может не остаться вообще. В конце концов, только сейчас наступает осень, до этого было лето и жара, и тело могло просто разложиться. Надо понимать, что если тела не захораниваются, то их просто не остается, и не будет ничего, не будет даже того, что можно похоронить, вообще ничего. И так пропавшие без вести останутся. И, знаете, я все время напоминаю, что, опять-таки, это советская традиция, такое неуважение к смерти. Ведь чем отличаются воинские захоронения, например, в России и в любой западной стране, в Соединенных Штатах? Какое главное захоронение могила неизвестного солдата? Неизвестного, никому не нужно устанавливать его имя. На Пискаревском кладбище в Петербурге, где захоронены умершие во время блокады в братских могилах, где тоже имена не установлены. Зайдите на любое воинское кладбище, например, в Варшаве, и увидите ряды могил с именами. И очень редко будет могила, где не установлена фамилия того, кто там лежит. И это означает цена человеческой жизни, когда каждый погибший, он устанавливается, неважно, где он погиб, расстрелянный во время Варшавского восстания или на поле боя. Но каждого надо установить, потому что это уважение к человеку, это уважение к его семье, это уважение к его памяти. А когда люди не представляют цены для государства, как это сегодня есть при Путине, тогда не надо ничего устанавливать, кто погиб, чего погиб, что называется, погибли ладно, бабы еще нарожают. И вот эта еще советская модель, она сегодня в полный рост содействована Путиным. Сразу вы говорили, Оль, вспомнилось, что сделали с кладбищем вагнеровцев под Самарой, да, под ноль. Как только Пригожин позволил там пройтись, правда не дошел, а потом и вовсе произошло то, что произошло с ним, сразу снесли кладбище. А до этого, извините, там чуть ли не черствовали, говорили, вот наши герои, детей, кстати, приводили. Вагнеровцы приходили в школу, участвовали в этих уроках, разговоры о важном. А потом сравняли с землей. И то, да, даже после смерти. И смерть не чтят, но уже и после смерти еще и определенные действия для застройки, насколько я понимаю. Поэтому вот такая вот участь. Те, кто нас смотрят в Российской Федерации, ну, хотите такой участи? Это, скажем так, наверное, ваше право, ваше желание. Но все-таки лучше воспользоваться ресурсом, о котором говорила наша гостья. Ольга, проектом «Хочу жить». То есть, на самом деле, он более дает вам перспективу того, что будущее, оно может быть у вас, у ваших близких и у вашей семьи. Ольга, вам огромная благодарность за участие в нашем эфире. Обязательно увидимся и услышимся. Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала «Автором Паре» была с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Субтитры создавал DimaTorzok